Всем привет! Спасибо, что заглянули ко мне в гости. Меня зовут Катя. У меня сегодня видео о пустых банках. Это мои субъективные отзывы. Прошел месяц после последнего видео. Это я не использовала или там что-то мы с дочкой вместе ровно за месяц. Это просто что закончилось вот сейчас. Если вам интересна эта тема, здесь будет японская косметика, что-то декоративное, приглашаю к просмотру. Так, у меня закончились вот такие сыворотки для бровей и для ресниц. Тушь, как я поняла, производится в Италии, а сами сыворотки в США. Очень дорогой продукт для меня, по крайней мере. Вот эти, когда они были в наборе, мне этот набор обошелся около 20 евро. Это две сыворотки. Примерно хватает недели на две. И вот такая тушь. Я еще и продолжаю использовать, потому что она у меня не одна, а спептидная тоже. Ну, у меня такого вот результата, как здесь, не было. И, возможно, нужно дольше использовать не только вот эти такие тревел-версии, а побольше. Ну, мне немножко дороговато, потому что вот эти малютки тоже одна стоит 20, по-моему, с чем-то. А полноразмерные версии еще дороже. И я это закончила. Такого результата не видела, хотя дочка говорит, что ей кажется, что стали у меня ресницы побольше. Но я сразу же поменяла вот на такую более бюджетную сыворотку от The Ordinary. Это и для ресниц, и для бровей. Вот после нее, мне кажется, что какой-то результат есть. Чуть-чуть что-то есть. И ресницы как-то кажутся больше, по крайней мере, когда крашу. Но я вот больше склонна к такому продукту какому-то. Я буду тут 5 мл. Кисточка такая довольно-таки удобная. И для бровей, и для ресниц. Я как-то вот склонна к такому более бюджетному варианту. Мне вот это нравится. Ту повторять, конечно, не буду. Так, дальше. Мыло закончилось. Такое тоже travel-версия. Это мне в подарок из японского сайта. Было с LNC. Приятное было мыло. Мы брали его все время в путешествия для утреннего умывания. Для моей кожи хорошо. Я таких придерживаюсь критериев. У меня кожа жирная, пористая. Ну, как бы она обезвоженная. Я люблю, чтобы утром хорошо прочистить поры. Но в то же время, чтобы не стягивала. Так вот, например, у нас сейчас есть, допустим, пенка от Innes Free корейская. С зеленым чаем. Она не справляется ни с моей кожей, ни с дочкой. Она вроде бы как вымывает. Пенка густая. Но она оставляет все равно, как будто этот вот себум по лицу размазывает. Так вот, это мыло нет. Оно хорошо очищало и не стягивало. Я не знаю, пока что у меня есть всякие умывалки. Но вот это японская фирма L&C. Приятная. Закончилось еще такое японское тоже мыло для ягодиц. Но я его использовала для всего тела. Это такой мельчайший, приятный скраб. Очень приятный такой персиковый аромат. И оно занимало тоже вот в японском рейтинге. Космо когда-то первое место. Мне нравится. Я бы такое с удовольствием еще повторила бы. Может быть когда-то возьму снова. Хотя считается, что оно для ягодиц, для как бы осветления, для полирования. Но мне нравилось для всего тела его использовать. Еще закончилось такое тоже мыло. Это ручной работы. Оно было с кофе и мятой. Очень приятное. Кожу не сушила. Это в UK делается. Так, дальше. Кремы для рук. Вот такой тоже покупала на Сифоре. Кинзуки. Сделан во Франции. Приятный крем для рук. Питательный. Я его только на ночь использовала. Но повторять не стала бы. Вот такой закончился японский крем для рук. Он у меня был очень долго. И я его не использовала как ухаживающий. Это был такой, он считается как крем фотошоп. Я его использовала. Вот покупала именно, чтобы снимать видео. Чтобы как-то лучше выглядела кожа. Да, он такой дает приятный светящийся эффект. Но как продукт для ухода я бы его не рассматривала. Так, дальше. Витаминки. Закончился витамин D. Вот это самая маленькая такая дозировка. У дочки был снижен. Мы выпили сейчас одну. И возьмем, наверное, с такой же дозировкой. Раньше я покупала эти витамины на iHerb. Но сейчас iHerb даже не рассматриваю. Потому что очень дорого. И доставка. И там этот налог. По-моему, уже есть у нас эта фирма. Так что, если найду, повторю снова именно вот этой фирмы. Дальше у меня закончился вот такой нового поколения продукт. Это коллаген. Он был в таких стиках. И в жидкой форме. Это очень облегчало прием. Мне вкус был непротивный. И считается, что вот этот коллаген, что он лучше усваивается в кишечнике, распределяется, идет в организме куда надо. Я использовала месяц. Ну, я не знаю, как бы кожа, да. Может быть, вот на теле я даже как-то меньше использовала молочка. Но в летнее время всегда у меня кожа лучше. С такими добавками вообще трудно сказать, вот действует или не действует. Я коллаген как-то слышала такое мнение, что после 40 хорошо пить всегда. Ну, я вот пробую разный. Для меня, если честно говоря, он даже со скидкой стоит больше 50 евро доза на месяц. Но мне немножко дороговато. Пока что я не буду повторять. Пока что я ищу для себя варианты такие более бюджетные. Но сам вот, как описано, как он усваивается, что он усваивается лучше, что он идет в организме там, где да, куда надо. Конечно, я бы хотела такого сделать курс, может, 3-4 месяца. Но сейчас пока что не могу себе позволить такой дорогой. Но было интересно попробовать. И я, кстати, тоже я как традиционно покажу, что на что заменила. Кремы для рук вот эти, которые у меня закончились. Я не покупала ничего нового. У меня еще есть один японский. Я его тоже доканчиваю. Витамин, так, там показала, что на что заменила. А коллаген, вот этот. У меня пока что такая маленькая, маленькая бутылочка. Я в UK заказывала. Говорила, что мне нравится вот эта фирма. Как она называется? Beauty Chef. Там ферментированные тоже напитки. Вот это витамин С. Подслащено с теви. И вкус не противный. Нужно 15 мл на стакан воды. Ну, вот я с утра выпиваю. Конечно, я очень быстро ее закончу. И у меня тоже в запасах есть японские такие желейные стики, которые тоже мне нравятся. И хорошо на меня действуют. Там доза на 28 дней. И цена более приятная. Еще закончился вот такой продукт. Это энзимы. Тут всякие ферментированные вот культуры овощей, фруктов. И там тоже лактобактерии. Это очень полезный такой напиток вообще для пищеварения, для здоровья кишечника. Ну, тоже я месяц использовала. Не месяц, а сколько здесь было их, по-моему, 14 этих стиков. Использовала. Вообще мне понравился. Он по вкусу такой тоже разводишь в воде. Может, какой-то фруктовый уксус чем-то напоминает. Я бы, наверное, взяла еще, потому что я вот как-то в такие японские добавки верю. Он такого сладковатого вкуса был. Вообще японцы не демонизируют сахар. У них вот в каких-то добавках он может встречаться. Но как-то, я не знаю, мне понравилось. Мне даже казалось, что может как-то пищеварение лучше было. Пока что ни на что не заменяю. Пока что не заказывала. Но при случае вот этот взяла бы этот энзимный напиток. Он такой приятный. Так, с витаминами все. Пока что ничего тоже нового не открываю. Пью. У меня водоросли есть и Q10. Не пью сразу. Всегда много витаминов. Вот коллаген, наверное, на постоянной основе. Остальное меняю. Закончилось вот такое жидкое мыло. Клаус Порто. Я покупала несколько кремов. И вот это мыло, когда в Сифаре были на них большие скидки. Потому что это не бюджетный бренд. Тоже такие приятные. Он на 99% из натуральных ингредиентов. Очень приятный аромат. И вот этот такой аромат. Не просто как если какой-то покупаешь для рук мыло. А это такой именно роскошный аромат. И упаковка, все это. Но по полной цене я бы не брала. Потому что дорого. Я использовали мы его в основном не для тела, а для рук. И я мыла ему кисти. Свои натуральные. Ну и долго он у меня был. Аромат, говорю, очень приятный. У меня закончилась такая вот интимная серия. Тоже японская. Интимный гель и молочко. Которое можно использовать как для интимных зон, так и для всего тела. Для чувствительной кожи. Очень приятный гель. Это с медом манука. С очищенным. И пихаж, по-моему, 4. У этого средства оно такое нежное, супер нежное. Хорошо пенится, хорошо вымывает. Ну и там, конечно, тоже всякие полезные вещества, как и во многих средствах японских. Именно для интимной гигиены. Я заметила, что вот как-то, по крайней мере, здесь у нас можно купить какие-то, в основном, вот моющие средства именно для женской интимной гигиены. В Японии там прямо целый культ. Там и всякие кремы, и для осветления, и для увлажнения, и для нежности, и так далее. В общем, понравилась эта линейка. Я крем использовала и для интимных зон, и для всего тела. Очень удобно в дорогу было брать тут небольшой объем, 150 мл. Вообще, понравилась эта линейка. Сейчас скажу, на что заменила. И сейчас мы заменили вот на такой с кроликом. Еще не пробовали. Только недавно пришла посылка. Это тоже в описании говорила, что он, если вы, допустим, не делаете полностью бикини-депиляцию, что он тоже очень хорошо смягчает волосы в этой зоне. Очень приятный тоже аромат. А этот крем, я просто взяла его из любопытства. Это тоже для интимной зоны. Он отбеливающий, но не приносит никакого вреда. Допустим, если там бывает у кого-то отбелья, там что-то натирает или что-то такое, чтобы смягчать. И, в общем, эту зону держать в порядке. Так что попробую, потом поделюсь. Закончились у меня вот эти. Я, наверное, использовала средства целые, почти. Ну, это меньше, чем год. Но вот это точно год. И у меня вся эта линейка Аликсель. У меня еще есть лосьон пол-литра и остатки крема. Я там тоже уже заканчиваю. Это вот был очищающий гель для лица. Мне он нравился очень. Что касается макияжа с глаз, он мог пощипывать и не очень хорошо удалял. Потому что японский макияж это обычно тушь, которая снимается чулочками. И тени не такие, допустим, пигментированные, как какие-то другие. Вот для японского макияжа глаз он идеален. А для нашего такого более, скажем так, не такого минималистического, он вряд ли мог бы не понравиться. Но для лица, как вот такой массажный, когда берешь побольше этого геля, отличное средство для очистки. Потому что делает вот и очищает хорошо поры, и кожу делает мягкой. Но это не такое средство, которое ты нанес и смыл. Нет. Нужно помассировать. Помассировать хорошо. И тогда прям кожа была благодарна. Сыворотка тоже закончилась из этой серии. Это вообще хорошая такая базовая серия. Для людей, может, скомбинированной кожей с жирной. Тут есть вот этот, так вот и фокус, экстракт стволовых клеток. И много всяких других каких-то еще хороших ингредиентов для возрастной кожи. И эта линейка считается профессиональной. Поэтому такие большие банки. Ее хватает, ну вот мне на год где-то хватило. И как бы я считала всегда эту линейку базовой. В инстаграме у хозяйки этого японского магазина она дала схему такого салонного ухода. Как делается с кремом массаж. Потом наносится все эти средства. Маска там с горячими полотенцами. И я делала эту процедуру. И тогда я поняла, что эта серия непростая. Потому что когда я делала массаж кремом, у меня онемели губы. Ну вот полностью, допустим, когда делают уколы. Я даже сначала немножко испугалась. Подумала, что у меня такая какая-то индивидуальная реакция. Но потом написала в магазин. И она говорит, что у нее тоже такое бывает, что это так действуют какие-то пептиды. Вероятнее всего, значит, средство вот оно профессиональное. Оно действительно... Так, где фокус? И оно действительно имеет вот такой эффект. Хотя кажется, что простая базовая линейка. Пока что я ее повторять не буду, потому что я за год от нее устала. Но вообще, я говорю, для кожи комбинированной, жирной, отличное средство. Так, эти тоже убираю. И что тут осталось? Особенно приятно, когда заканчиваются декоративные средства. По крайней мере, для меня. Я закончила вот такой биби-крем. Это Ифраше. Он был для меня немножко в таком темноватом оттенке. Но сейчас летом я его... Ну, там хоть думала какие-то остатки. Летом я его с удовольствием использовала. Он практически ничего не перекрывает. Он просто дает такой красивый, ровный оттенок кожи. Очень парфюмированный. Не перекроет ничего. Действительно, это вот просто... Насчет защиты от солнца. Я читала, что она вроде бы там есть. Но на этикетке, на упаковке вот здесь нигде не указано. Ну, я очень рада, что я его этим летом закончила. Вот когда немножечко, чуть-чуть подзагорела. Но он, вот я говорю, что он ничего не перекрывает. Он просто такой придаст какое-то сияние. Может быть, какой-то вот такой оттенок кожи. Но и все. Так, еще у меня закончилось из декоративной. Вот такое масло от Dior. У меня было в первом вот этом оттенке. Pink. Мне очень нравилось. И давало немножко оно такой и цвет чуть-чуть. И очень хороший увлажняющий эффект. Там к волосам как-то не прилипало, не растекалось. Очень приятный вот этот Dior продукт. Пока что не повторяю, потому что у меня сейчас есть Dior Maximizer. Но когда-нибудь с удовольствием повторила бы. Закончилась тоже такая travel-версия геля для бровей от Анастасии Beverly Hills. Мне очень нравится. Из моих таких вот гелей. Последних один из самых приятных. Потому что он прозрачный. Довольно-таки хорошо удерживал брови мне в нужном состоянии. И надолго мне хватило этой мини-версии. Так, вот еще тоже уже пора менять спонж. Это, я говорила, что это эстонская марка. Но я думаю, что, конечно, их все делают где-то в Китае, наверное. Ну, по крайней мере, вот я за него 4, наверное, евро платила. Он у меня гораздо дольше прослужил, чем спонж Kiko. Который за одну неделю просто пришел в негодное состояние. И дольше, чем спонжи, которые более дорогие, Real Techniques. Закончилось такое средство для дезинфекции рук. Тут алкоголь, я не знаю, сколько было процентов. Но я все время в машину покупаю что-то такое. После магазина или там, когда где-то побываешь, сразу дезинфицирую руки. И поменяла тоже вот на такое средство. Это эстонское тоже. Очень такое прям алкогольное. Когда намазываешь, сразу даже кашлять хочется. Здесь не было такого эффекта. Здесь больше был аромат меда. Но здесь, наверное, и не было столько алкоголя, я думаю. Так, что еще закончилось? Закончился вот такой улучшитель для волос. Это Olaplex. Это как маска. Она у меня залежалась немножко, хоть здесь только 30 мл. Это тоже тревел-версия, получала в подарок. Она у меня залежалась, потому что ее нужно делать перед мытьем головы. Намочить волосы, как бы их выжать, нанести маску и потом только мыть голову. У меня все время как-то не хватало времени, но я в отпуске ее использовала. Я на своих волосах не получила какого-то суперэффекта. Поэтому полноразмерку я бы и не брала, потому что эти Olaplex тоже дорогие средства. И, возможно, нужно, чтобы волосы были прям очень повреждены. Тогда был бы лучше виден эффект. Но я на своих волосах, вот я делала несколько недель подряд, по одному разу, я какого-то не заметила эффекта. Поэтому мне средство не зашло. Но я не могу сказать, что оно плохое. Просто на моих волосах так. Вот такой тоже Peace Out. Это у нас уже вторая ушла баночка вот этого серума от Acne. Зимой, особенно, когда была вот зона подбородка от масок, все время в прыщах, очень хорошо помогал. Вообще, это делают в Корее. Я посмотрела, потому что, да, делают в Корее. Но вот эта фирма, она как бы очень дорогая. Если брать какое-то корейское средство, я не знаю, тот же Cosrx или еще какое-то, все такого типа серумы, здесь всего лишь 15 мл стоит гораздо меньше. Поэтому мы только из-за цены. Не будем его больше повторять, потому что он дорогой. На Сифаре эта марка представлена. И закончился у меня тоже из моего такого набора миниатюр молекул. Вот эта первая. Ну, это она была, помню, по-моему, одна из самых нашумевших. Ну, мне он такой интересный, но не какой-то супер необыкновенный аромат. На мне так не раскрывается. Мне нравится вот именно эксцентрик. На мне хорошо раскрывается второй. А еще мне очень нравится их все между собой мешать. Тогда получаются всякие очень интересные версии и по-разному раскрываются. Вот, и ничего пока что не покупала. Продолжаю взамен как бы использовать все это. Вот такие у меня были пустые банки на этот раз. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Спасибо. До новых встреч. Пока-пока.